День Учителя – праздник, который отмечается педагогами по всей стране. Люди этой профессии есть в каждом населенном пункте, и их задача не только обучить детей грамоте, но и привить лучшие человеческие качества. Поздравили педагогов нашего города в Доме детского творчества. Любимый учитель, родной человек, будь самым счастливым на свете. Хоть трудно порой, даются тебе твои непослушные дети. Поздравления для учителей начались с вальса. Дуэт «Диамант» – постоянный участник городских праздников, выступил с бальным танцем. День Учителя – это возможность для учеников сказать спасибо своим педагогам за знания, за их терпение и труд. Развитие личности человека невозможно без школы и педагогов. Дай вам Бог здоровья, дай вам сил каждый день приходить и радоваться своей работе, своим успехам, своим достижениям. Дай вам терпение не соглашаться с тем, что не достигли нужного результата. И просто будьте нужными, необходимыми всем ученикам нашего любимого города Рассказово. С праздником вас, дорогие педагоги! Я только хочу вам сказать спасибо, что вы у нас есть. Дай Бог вам здоровья, благополучия. Но, естественным образом, мы постараемся над тем, чтобы у вас была зарплата и, естественно, какие-то материальные стимулы. Рассказово может гордиться своими учителями. Среди них есть целая династия педагогов и те, кто благодаря своему труду носит звание заслуженного и почетного учителя. В профессиональный праздник по традиции на сцену для награждения приглашаются лучшие работники сферы образования. Поздравили учителей депутаты областной думы Любовь Милосердова и Борис Попов. Принимайте искренние слова благодарности за ваш труд, за ваше умение работать с детьми, за ваше воспитание подрастающего поколения. Я взял и вспомнил нашу первую школу. Несколько месяцев назад мы принимали в этой школе государственного человека. Я имею в виду и говорю о генеральной армии, корабельниками. Государственный человек. Ведь на встречу с активом города он встречался не в административном здании, он выбрал свою любимую, родную первую школу. Он ее закончил очень давно, но он пожелал увидеть свою первую учительницу. Он вспомнил ее с теплотой. Вы видели, какие глаза у него горячие были, когда он увидел своих любимых родных учителей. Он назвал каждого учителя с первого по десятый класс. Это те люди, которые дали ему путевку в большую жизнь. Да и каждый здесь сидящий в зале разделяет, наверное, мою точку зрения. Благодаря вам мы получили достойное образование. Благодаря вам мы достигли тех высот, того труда, который вы нам заложили. Депутаты передали от временно исполняющего обязанности председателя областной думы Владимира Карева подарки для первого корпуса четвертой школы, где в этом году побывал Валентин Корабельников. Книги об исторических событиях будут храниться в школе и помогут в обучении детей. Спасибо вам, что вы работаете. Она была в школе, а потом учителем русского языка и литературы в третьей школе. Потом перешла на должность логопеда в дошкольное учреждение. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, но любимая работа часто вспоминается. Ну, самое главное – это любить свою профессию. А я пришла по любви в эту профессию. Любить, творить, творчески подходить с большой заботой, с большой выдумкой. В этом году еще я ощущаю какое-то что-то такое, нехватку какой-то в своей жизни, что куда-то надо бежать, о чем-то нужно думать, к чему-то готовиться. Как просто уже на протяжении всех лет выработался такой вот как инстинкт, что что-то надо, что-то готовить, что-то творить. Любой педагог скажет, что без терпения, самодисциплины и любви к детям работать в школе невозможно. Учитель – это призвание, которое дано не каждому. Ирина Птуха, Максим Соколинский. Новости ТВ Рассказово.